Здравствуйте! Это программа Город Эсс и я Елена Чернявская. Лето, пора отдыха, интересных дел, новых впечатлений. У детей появилось свободное время для игр, приключений, активного отдыха. Летние каникулы можно весело проводить с библиотекой, не просто за играми и развлечениями, но и с пользой, например, занимаясь творчеством или отправляясь в путешествия с книгами, детскими и взрослыми писателями. Летом в библиотеках Самары пройдут разные по формату и тематике мероприятия, которые наверняка заполнятся их участникам. Подробнее о проектах я говорю сегодня с моими гостями в студии. И первую гостью я представляю Татьяну Александровну Лупинос, заведующая библиотекой филиалом библиотека номер 9 СМИПС Самара. Здравствуйте! Здравствуйте! Ну и давайте поговорим о проекте вашем, который называется «Театр теней. Сказка сказывается». Вообще, как пришла мысль об организации именно Театра теней в библиотеке? И сразу у меня здесь же вопрос, почему теней? Мысль об организации в нашей библиотеке Театра теней у нас пришла сразу после того, как наша библиотека уже два с половиной года назад переехала в другое помещение со старого адреса на новый. То место, где мы сейчас находимся, это улица Ленинградская, дом 73А, на протяжении многих лет до этого момента находилась детская библиотека. И как понимаете, наше население привыкло, что там именно то место, куда они приходят за книгами на различные мероприятия именно с детками. Да, и здесь у нас возникла мысль, почему бы не организовать вот такой театр теней для детей, их родителей, бабушек, дедушек. И вот как-то пришла мысль, решили мы ее реализовать. Ну почему теней? Ну потому что, наверное, у нас в Самаре много различных театров разных, а вот именно театр теней встретится далеко не везде. Ну то есть вы прям смело себя называете театром, то есть можете себя так позиционировать. Скажите, а когда состоялись первые спектакли, вообще как они прошли, ну и соответственно отклик у ваших зрителей, раз вы театр нашелся? Первый наш показ состоялся в декабре 2021 года. Перед Новым годом мы показали спектакль «Палочка-выручалочка» по мотивам произведения Сутеева. Все, наверное, знают этого автора великолепного, очень много у него хороших произведений. Зрители остались очень довольны. Много отзывов хороших, положительных мы получили на сайте, вконтакте, в группе нашей библиотеки, ну и в книге отзывов, естественно. И дальше как-то вот у нас пошло такой тандем. По вечерам мы показываем сказки для детей и их родителей по записи. То есть уже как-то вот зарекомендовалось у нас это. Традиция сложилась такая, да? Да, один раз в неделю проходят. И утренние показы уже для организованных таких групп, как детские сады, различные центры развивающие, которых у нас очень много поблизости нашей библиотеки находятся. То есть, ну, также по записи мы записываем определенные группы детишек с их воспитателями, организаторами, педагогами и показываем для них. Что можно необычного увидеть на спектаклях? Ну и, конечно, расскажите, как они зарождаются, сколько, к примеру, человека задействовано в подготовке спектакля, как вы выбираете репертуар, как вообще проходит вот эта вот внутренняя кухня ваша? Ну, для начала, конечно, мы определяемся с произведением. Очень часто бывает, что мы в рамках какого-то, например, писателя-юбиляра выбираем произведение очень часто. Затем разрабатываем сценарий, то есть, вот, накидываем с коллегами его. Далее уже немного переделываем его, чтобы он подходил именно под театр теней. Репетиции проходят, отрисовывает у нас художник фигурки, вот, например, такие. Да, покажите, пожалуйста, вот, не терпится на них взглянуть. Да, вот такие фигурки, они делаются из фанерки тоненькой, как вы видите, да, это вот у нас герои из сказки. Это домовенок Кузя, конечно, Александровый. И в июле у нас стартует продолжение этих приключений. То есть, пока у нас вот из этого мультфильма, сказки, произведения, как угодно можно назвать, только одна серия, которая стартовала у нас еще в прошлом году. И скоро мы увидим продолжение. Да. Вы не сказали, сколько человек задействовано, и кто это библиотекарь? Либо, может быть, вы приглашаете актеров? Ну, естественно, все сотрудники нашей библиотечной системы. То есть, это, в первую очередь, сотрудники нашего филиала, ну, и задействованы также некоторые сотрудники других филиалов. Ну, в принципе, все библиотечные работники. Какой репертуар? Расскажите, сколько сейчас спектаклей вы показываете? На данный момент у нас уже есть более семи различных спектаклей. Это «Фома богатый» по мотивам одноименной сказки. Это, ну, как мы уже сказали, «Домовенок Кузя Александровый». По сути, его уже две сказки «Палочка-выручалочка», «Снеговик-почтовик» нами всеми любимый. Сейчас готовится, может быть, какая-то премьера. Расскажите об этом, ну, и, соответственно, когда запланированы показы. То есть, летом работаете, идут спектакли? Конечно. То есть, круглый год. Я бы не сказала, что у нас бывает какой-то спад или подъем. То есть, у нас всегда есть желающие посмотреть. Можем показывать внеплановые, ну, организовывать, вернее, внеплановые показы. Если есть на то заявки, какие-то просьбы, то есть всегда, пожалуйста, мы всегда очень рады. Вот давайте сейчас о заявках мы поговорим подробно. Что, к примеру, если, во-первых, на какую аудиторию рассчитаны ваши спектакли? Вопрос первый. И если, допустим, организованная группа детского сада хотят прийти к вам, посмотреть вот такие замечательные, добрые спектакли, которые наверняка же еще и сопровождаются музыкальным оформлением. Естественно, музыкальным. Неважно, вечерние это показы или утренние. То есть, мы раздаем свои рекламки везде, где только можно. Есть номер телефона, есть группа ВКонтакте, куда можно написать. На электронную почту также есть сайт нашей организации, куда тоже можно написать и узнать информацию более подробно. Все афишки мы выкладываем также в группу ВКонтакте, вывешиваем в самой библиотеке. И по телефону, по договоренности, то есть, мы организовываем эти показы. Но вообще стабильно, один раз в неделю проходит обязательно. Стоит прийти посмотреть? Обязательно. Стоит. Не только детям, но и взрослым. Это очень интересно. То есть, да, тоже не менее заинтересованно смотрят ваши работы. Я бы сказала, это даже больше для совместного просмотра. И стоит потом, если ребенок, например, еще не читал это произведение после просмотра спектакля, обязательно взять книжку. Да. Почему бы нет. Ну, а лето, особенно, да, такая пора, когда можно прийти с организованной группы и посмотреть вот такие замечательные, очень познавательные спектакли. Ну, о проекте все понятно. Давайте, мы знаете, с вами о чем поговорим. Во-первых, я хотела бы спросить вас о вашей профессии. Как давно вы работаете библиотекарем? Ну, и что больше всего вам нравится во вашей работе? Ну, своей профессии я уже 15 лет. Но больше всего это, конечно же, творчество. А что мы любим? Общение с людьми. Наши читатели, естественно, приходят разные люди, приходится общаться каждый день. Много, на разные темы. То есть, ну, для меня это очень интересно. Скажите, пожалуйста, а вот дети сейчас современные стали читать меньше или, наоборот, больше? И как вы считаете, стоит ли бить тревогу сейчас по поводу нечитающих детей? Вы знаете, я бы не сказала, что дети сейчас стали читать меньше. Народ в библиотеку идет. Мы сами себе тому подтверждение этому каждый день. То есть, несмотря на то, что, естественно, сейчас пора списков литературы по школьной программе и все остальное прочее, родители стараются, то есть не без этого, привлекать детей, помимо школьных вот этих заданий, читать книги. И ведут, и дети идут. Очень любят, когда мы выставляем новинки. Да, кстати, я смотрю, вы смотрите, а вы с собой не принесли, проанонсируйте, пожалуйста. Я бы хотела посоветовать, почитать одного из очень хороших писателей. Это Юрий Ватохин Осенев. Покажите книгу на камеру. Да, это самарский писатель, член Союза писателей России. Произведение этого писателя «Кладезь добра и нравственности». Стихи учат добру, учат защищать слабых. То есть, в конечном итоге всегда добро побеждает зло. Здесь, вот в данной книге, не только стихотворение, но и сказки, и для молодых родителей, и их детей. То есть, для совместного чтения. Очень даже, да. Ну что ж, спасибо вам большое за беседу. Мы с вами сейчас на этом не прощаемся. Я продолжу разговор с вашей коллегой. Ну и пока мы ждем гостя в студии, давайте посмотрим, как раз возвращаясь к вашему проекту «Сказка. Сказывается театр теней». Как раз небольшой видеоролик. Ну а вам я говорю спасибо огромное. И до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Ну а мы продолжаем наш разговор. И я представляю гостю в студии Оксаны Владимировны Носыч, главной библиотекарь библиотеки номер 5, СМИПС «Самара». Здравствуйте, Оксана Владимировна. Здравствуйте. Давно мы с вами не виделись. Предлагаю начать с новостей. Какие новости у вас в библиотеке? И сегодня мы говорим о летних проектах. Я знаю, что у вас, как всегда, новый проект. Как всегда, вы идете впереди планеты всей. Как говорится, «Финлайн» есть такой проект. Но я хочу спросить, в чем у вас социальное значение? Проект «Финлайн» образован из двух, по сути слов, «Финансы и онлайн». Он стал победителем, пошел в число победителей Всероссийского конкурса проектов библиотек в сфере финансовой грамотности. Это очень важный, по-моему, интересный конкурс. И библиотеки уже добрались до денег. Совершенно верно. Точнее, до финансового просвещения. И здесь, в данном случае, нас поддерживает очень интересная организация, очень важная организация, учредитель конкурса «Ассоциация развития финансовой грамотности». Это город Москва. Она учреждена, в свою очередь, Банком России. В нее входит также определенное количество профессиональных объединений и других банков. И в целом это очень такая весомая организация. Конкурс был федеральный. В нем участвовали многие регионы России. И вот в Самарской области мы представили наш проект, наши системы СМИПС. Так, а в чем суть-то этого проекта? Суть проекта, как я уже сказала, финансы онлайна, он как раз состоит в просвещении. Он просветительский, этот проект. И также имеет практическую. Она отправлена на людей в основном возраста предпенсионного и пенсионного возраста. Вот в этом, собственно говоря, его значимость. Поскольку сейчас, ну, не секрет, что люди постарше, они не очень хорошо владеют, иногда просто боятся современных гаджетов. И тема электронных финансовых систем и платежей, соответственно, и все, что связано с личными кабинетами пользователей и так далее, она для них пока является, ну, так скажем, таким, немножко неизведанным таким полем. И у нас в библиотеках как раз мы стараемся граждан наших просветить, наших читателей постарше, ободрить их, сказать, что это не страшно, это интересно. И мероприятия, они проходят, опять же, почему значимость этого проекта социальная, они проходят в партнерстве с общественными организациями города Самары. Это и Всероссийское общество инвалидов, Самарское отделение, это комплексы социального обслуживания населения, в данном случае нашли дорожные районы. Мы охватываем также и посетителей всех наших библиотек районных нашей системы. То есть можно поучаствовать во встречах не только физически в библиотеке, придя к нам, но и онлайн. Это, соответственно, охватывает и делает это удобным. Слушайте, ну в библиотеках ведь столько много проектов, если даже о каждом писателе задуматься проект, то это будет, ну, на многие десятки лет. Но финансовая грамотность, почему в библиотеке вы стараетесь таким образом быть современными, шагать в ногу со временем, или все-таки это вот может быть такой шаг привлечения читателей дополнительный? Очень интересно. Ну, определитесь секретом, Оксана Владимировна. Да, Елена, вы совершенно правильно заметили, что библиотека сейчас является современным информационным пространством. У нас же информационно-библиотечная система, как вы заметили. Поэтому доступ к социально значимой информации в рамках наших библиотек для граждан, для посетителей, он бесплатный. То есть к нам откуда рождается, собственно, идея проектов? От потребности посетителей непосредственно. В данном случае у нас уже люди обращались с просьбами научить их пользоваться смартфонами, личными кабинетами, заводить личные кабинеты. Вся возможность справки оформлять онлайн. Это все сфера нашей работы, нашей информационной работы. При библиотеках уже у нас много лет действует СОД, это Центр общественного доступа, в рамках которого любой гражданин Российской Федерации может прийти к нам и получить необходимую ему полезную информацию. Ну это и понятно, потому что даже еще со времен Советского Союза, да и ранее, если вспомнить историю, библиотека всегда была местом таким притяжения и, наверное, просвещения в первую очередь. Поэтому это и понятно, что сейчас есть одинокие люди. Ну вот куда пойти, да, если некому помочь в библиотеку? Кто может стать участником этого проекта? Совершенно верно. Именно в библиотеку очень часто обращаются люди, и мы, библиотекари, чувствуем себя уже не библиотеками, а иногда зачастую психологами. Обращаются к нам люди разного возраста, но в данном случае люди постарше, которые такие наши преданные читатели, уже завсегдатай наших библиотек, они, безусловно, к нам обращаются. Участником проекта могут стать читатели всех библиотек районных нашей системы, СМИПС, любой пользователь, по сути, да, обратившийся к нам, является ли он читателем или нет, любой человек старше 50 лет, ну такая условная, конечно, цифра, да, возраст на самом деле. Мы их называем ласково-серебряным возрастом, и наши как раз партнеры – это волонтерский отряд «Серебряный актив» Самарской области. Очень активные люди, вы не представляете, какие они инициативные. Я представляю, почему же мне приходилось с ними встречаться. И вот они как раз восприняли очень тоже позитивно эту идею, обращаются к нам постоянно. То есть мы определенную группу набрали уже в апреле этого года, но поступают новые желающие. И что самое интересное, очень много стараются слушать еще и онлайн. Причем мы, библиотекари, в рамках проекта можем, также аналогично нашей программе «Книга-03», просто прийти вместе с книгой, например, которую у нас просит читатель, и заодно подключить его к онлайн-трансляции. В данный момент у нас эксперт, а у нас очень хороший эксперт, мы приглашаем. Кстати, поподробнее об экспертах. Да, и вот эксперт, который приходит к нам в библиотеку номер 5, на улицу Аэродромная 9, это адрес нашей библиотеки, мы приглашаем всех желающих присоединяться к нашим встречам. И вот как раз среди экспертов, которых видят и оффлайн, и онлайн, у нас, конечно же, безусловно, стоит отметить экспертов самой Ассоциации развития финансовой грамотности, это очень опытные люди. Вот у нас была интересная встреча с Петром Сергеевичем Щебаченко, доцентом финансового университета при правительстве Российской Федерации, город Москва. У нас была очень увлекательная встреча с сотрудником управления Федеральной налоговой службы, очень ценную информацию мы почерпнули. Каждая встреча дополняется также, помимо эксперта, теоретической, практической какой-то составляющей. Например, по УФНС, когда у нас была встреча непосредственно по личным кабинетам налогоплательщиков, очень многие наши люди удивились, каких нюансов налоговых вычетов можно, оказывается, узнать из нашей буквально передачи. И у нас была встреча также со специалистом Сбербанка, и наши сотрудники тоже участвуют в этом проекте. Наш сотрудник получил также квалификацию непосредственно, да, повышение квалификации при финансовой университете, при правительстве Российской Федерации. То есть, по сути, у нас еще и квалифицированный кадр в библиотеке подготовлен. Вот какие полезные проекты, да, не только для читателей на библиотек, но еще и для сотрудников. Ну, каковы планы на будущее, какие мероприятия в июле-августе будут реализованы как раз в рамках этого проекта, о чем мы с вами говорим? У нас будет интересная встреча 25 июля в 13.00. Мы приглашаем всех желающих. Встреча будет посвящена теме кэшбэк. Очень популярное слово для нас с вами, наверное, но для людей старшего поколения оно не так, так скажем, на слуху. А между тем, это вопросы экономии средств в том числе, поэтому людям пенсионного возраста, например, это очень важно для них. У нас был тоже семинар посвящен на этой теме, как раз он очень был увлекательным. У нас люди обсуждали как раз-таки пенсионные накопления, как их потратить. Так что темы кэшбэк мы будем обсуждать с специалистом Росгосстраха нашего Самарского отделения. Тоже очень интересный человек придет, поэтому приглашаем. В августе у нас тема посвящена кибермошенничеству. И поскольку мы забрали от слова кибер, цифровое мошенничество и так далее, вот у нас как раз закуплена вот такая интересная книга «Мошенничество в платежной сфере» в рамках этого грантового проекта, с которой может ознакомиться любой посетитель нашей библиотеки. Написано каким языком, Оксана Владимировна, читали? Понятным языком? Написано оно понятным языком, но при этом в нем очень много интересных нюансов, которые будут также интересны не только лицам старшего возраста, но также даже студентам и даже взрослым людям. Ну и не как финансистам, которые непосредственно в этой теме. А вы знаете, я сейчас о чем подумала? Вот конкурентом книги сегодня стали интернет и компьютер, все-таки принявшим массу самых различных обличий. Вот я так понимаю, что у библиотеки это свой ответ на вот как раз этот вызов. Совершенно верно. Мы даже и не конкурируем особенно, мы взаимно дополняем и сотрудничаем. Поэтому чтение, оно остается очень важным, оно развивает человека, безусловно. И чтение вот такой вот, собственно говоря, бумажной книги, оно отдельное удовольствие составляет. И более того, информацию, я вот как педагог скажу, да, вот по своему, так скажем, образованию, я могу сказать, что чтение, оно очень благотворно сказано и на нервной системе. Это тоже очень важно. Вот сейчас тоже детки мало читают, и при этом они достаточно такие неусидчивые, да, вот так скажем. Гиперактивные, да. Да, чтение в этом плане успокаивает нервы, приводит нашу душу в гармонию и еще насыщает полезной информацией. Да, поэтому читайте, читайте и читайте. Ну а что о новинках, которые вы сегодня приготовили проанонсировать? Ну я с большим удовольствием сейчас хочу вам показать вот совсем новенькую такую книгу 2023 года. Герой картины, автор Елизавета Красная. Это как раз по вопросу о современности. Девочка с персиками, да. Да, ну мы видим сразу девочку с персиками. На самом деле автор затронуло очень много персонажей, свыше 50 вот здесь моделей, которые использовали художники в своих полотнах. Кто были эти люди? Кстати, архивные фотографии используют. И она, кстати, арт-блогер. То есть это представитель нашего молодого поколения, который вот еще и замечательные книги пишет. Это как раз книга по искусству. Я специально взяла нонфикшн. Подчеркну, что нонфикшн сейчас очень популярен. Сейчас все больше читателей обращают внимание к искусству, литературоведению, поскольку оно очень важную информацию несет дополнительно, а еще и читается с интересом. И эта книга наверняка понравится и молодому поколению. Она написана таким очень увлекательным языком. А вот эта книга, может быть, чуть-чуть постарше для людей. Это очень интересно, это у нас знаменитый литературовед, писатель Павел Басинский, лауреат премии наших многочисленных. «Соня, уйди». Это, собственно говоря, такое биографическое исследование с замечательными архивными фотографиями личности Софьи Андреевны Толстой. Супруги Льва Николаевича Толстого, ему Басинский посвятил несколько сразу книг. Это совершенно фундаментальное, очень красивое издание с большим количеством фотографий и архивных документов. В соавторстве написался Екатерина Барбоняга. Это будет интересно, наверное, чуть людям постарше. Так что на любой вкус. Ну, что же, в завершении, что бы хотели пожелать нашим телезрителям, ну и, конечно, которые являются 100% вашими читателями? Мне бы хотелось, прежде всего, пожелать позитивного настроения, желания узнавать что-то новое и читать книги, безусловно, поскольку всякий человек, я думаю, найдет книгу себе по душе. И душа его, как говорится, посияет. Потому что действительно не пустые слова, действительно так. Книги, они нас лечат. Спасибо вам большое. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Ну, а сегодня вы узнали, конечно, о многих проектах, которые проходят не только в этих филиалах, а о КУМ, и о чем сегодня мы говорили. Идите в библиотеки, найдете там очень-очень много интересного. На этом все. Всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова